Никто не забыт, ничто не забыто. 13 мая 2024 года от стен Брестской крепости будет дан старт автопробегу Брест-Вологда в рамках международного проекта «Содружество». Он посвящен защитнику Брестской крепости лейтенанту Анатолию Виноградову и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники акции ставят своей целью сохранение памяти о героической победе советского народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодого поколения и укрепление братских отношений между народами Беларуси и России. За плечами представителей белорусско-русского проекта «Содружество» уже пять масштабных автопробегов в Российскую Федерацию общей протяженностью в 45 тысяч километров. Первый этап у нас состоялся в 2021 году. Он был посвящен 80-летию героической обороны Брестской крепости. В рамках этого этапа проходило много мероприятий, но самое главное, наверное, и запоминающееся, это автопробег «Брест-Иркутск-Брест». Это 16 тысяч километров, 40 дней в пути. Это в истории Брещины самый продолжительный, самый длительный автопробег. Автопробег «Брест-Иркутск-Брест» когда-то организаторам казался чем-то невозможным, ведь преодолеть 16 тысяч километров достаточно непросто. Но теперь, планируя свой шестой автопробег «Брест-Вологда», организаторы уверены – все реально. Следующий этап проекта мы посвящаем 80-летию операции «Багратион» и освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Мы планируем в мае провести автопробег «Брест-Вологда». Почему «Вологда» мы выбрали? Один из руководителей обороны Брестской крепости, лейтенант Анатолий Виноградов, сам родом с Вологодчины, там после войны он жил, и там же он похоронен. Мы подружились с представителями властей из Череповца, это Вологодская область, и самой Вологды, ну и договорились, они готовы нас принять, проводить на могилу, но там будет множество мероприятий с ветеранами, с молодежью. По дороге мы планируем еще проехать по территории Белоруссии, остановимся в Орше, затем по территории России, это Вязьма, Парк Патриот, Ржев, Тверь, ну и далее Вологда. Севастополь и Новороссийск, Махачкала, Грозный и Мурманск. Именно в эти города ранее состоялись автопробеги в рамках международного проекта «Содружество». Теперь путь лежит в Вологду, родную землю защитника Брестской крепости лейтенанта Анатолия Виноградова. Лейтенант Виноградов получил в 1957 году награду Орден Боевого Краснознамени. Это третья по значимости награда, которую вручили руководителям обороны Брестской крепости. Первый – это у нас майор Гаврилов, Герой Советского Союза. Второй – это у нас Фомин, полковой комиссар, который получил Орден Ленина. И Виноградов получил Орден Краснознамени. Он его получил потому, что был руководителем обороны казармы 455-го полка, был начальником штаба сводной группы, которую создали Фомин и Зубачев, и был руководителем, самое главное, группы Прорыва. Чтобы почтить память о лейтенанте Виноградове, представители автопробега возложат цветы к могиле защитника в городе Вологда, а после передадут представителю Ближнего Севера капсулу со священной землёй Брестской крепости.